саша грей общество джульетты прочитал данный роман не скажу что не почерпнул чего-то нового но и не могу сказать что ничего не почерпнул о том что женщины любят крепкие объятия я и так уже знал собственно роман сложно назвать прямо-таки интересным и захватывающим хотя есть там определенная интрига конечно есть но это все же лучше чем читать например каэль и и уж точно лучше чем донцову тут уж бесспорно не я начал сравнивать общество джульетты с 50 оттенками серого было впечатление что саша грей просто решила взять и показать как надо писать подобные романы если это так то увы не вышло объясню почему конечно роман саши больше похож на литературное произведение чем 50 оттенков серого у эл джеймс эту эл джеймс вообще читать сложно но вот в чем проблема эл джеймс и не претендовала на лавры великих писателей она просто размазала обычный эротический рассказ на целую книгу это такая несбыточная розовая фантазия с эротическим уклоном саша в своем романе не будет писать про нефритовый стержень любимого разрастающийся фейерверком горящего света в лоне твоей теплой нежной пещеры она просто использует слово член и этот член полезет обязательно в анус тут нужно будет немножко потерпеть а дальше будет вполне себе приятно твою мать саша я смотрел твои фильмы ты была мне как саша мне никогда не было стыдно за тебя но это книга вогнала прямо в краску нет я не чувствовал возбуждение или чего-то там такого я читал было интересно но внезапно начинался секс причем грязный эти вкрапления хотелось перемотать но читать дальше непонятно что вдохновило автора скорее всего фильм кубрика широко закрытыми глазами там прямо сквозит этим фильмом со всех щелей когда читал подскользнулся на мысли на своей мысли а ведь до чего же примитивные все эти ваши сексуальные девиации по сути любой извращенный секс это всего лишь фрикции либо члена либо клитора так все просто не важно что что тебя там заводит может ты хочешь трахнуть свой холодильник либо соседку ветерана живущий этажом ниже мужика в костюме лошади или лошадь в костюме мужика может бухгалтер шулиду из соседнего отдела доход свой старый рваный сраный носок неважно закончится все банальным оргазмом но вот у женщин все немножечко сложнее у них есть и тот самый оргазм настоящий помимо обычного это сложно ученые давно пытаются распутать этот клубок открыли даже некий маточный оргазм где оргазм максимально силен при том что и боль при этом тоже максимальная прям хочется что-то процитировать из фильмов оставшие зада ну да мужик тоже может довести себя вроде как до оргазма схожего с женским всякие там тантры психотехники если долго работать над собой то вроде как что-то там выходит виде потока каких-то там не знаю гормонов в мозг женщина может довести себя до оргазма без помощи рук просто фантазируя это выходит далеко не у всех это аналог скорострела в юбке только мужик скорострел это плохо а женщина скорострел это хорошо согласись неприятно заниматься сексом с трупом с трупом который лежит и смотрит в потолок глаза ее как у мыши которую есть голодный кошак она думает о том что завтра и опять сдавать отчет на работе что она за мы забыла замыла повыть голову а мужику хочется горячую цыпу которая кончает каждые пять минут так вот видимо поэтому из мужиков скорострелов выходят практичные геи пассивы они сами счастливы и счастье дарят другим но это я уже отхожу далеко далеко от темы что касается романа то как я уже сказал его можно читать как вполне себе добрую прозу если пропускать трахи и всякие извращения далее сравним внешность саши грей и эл джеймс как ты считаешь у кого больше сексуального опыта я опущу фоточки ниже чтоб было более наглядно кстати саши есть фотки по которым можно увидеть любые ее части тела почти как под лупой можно даже найти фотку с расширителями и тем самым заглянуть еще глубже в ее достоинство а вот эл джеймс я не искал да и не хотел искать откровенно говоря но почти уверен что в сети нет даже ее фотки купальники из этого даже только из этого можно выдать простое заключение саша грей форменный практик а эл джеймс натуральный теоретик а эротические липкие фантазии вброшенные на бумагу в виде слов это больше похоже на теорию именно на теорию причем такую со смаком странные вот эти вот и ралаш и саша грей больше похоже на практическое руководство виден опыт видна практика они как инструкция к стиральной машинки или что-то около того ты же не будешь покупать в книжном магазине инструкцию к стиральной машинке супер обложки я объясню вот представь себе теоретика и практика теоретиком пусть будет ну проектировщик а практикам обычный строитель спроси их как строить дом проектировщик начнете затирать про геодезические исследования почве на какой уровень убивать свои зачем нужны пилястры чем лучше крыть кровлю как рассчитать тепло в здании как кубатура помещений влияет на сечение вентиляционных шахт как в паскалях игрок паска и как ньютона как джоулях да как и даже назовет фамилию инженера придумавшего слуховые окна это будет долгий рассказ с подробностями со слюнями почти как поэма а строитель практик что он скажет да просто положить вон тут на тухе главное успеть опалубку залить до пятницы и еще о том что цементный раствор это когда на глаз песка на глаз цемента смешивают с этой с на глаз водой если что можно немного цементом разбавить или там водой или песком разбавить короче инженеры это мудаки они сидят там своих кабинетов них хера не знает а я всю жизнь на стройке 100 домов построил это все одно чувствуешь разницу саша грей сухой практик у нее уже все было а у л джеймс нет и не будет наверное никогда но в мечтах можно дойти до чего угодно хоть переспать с богом на практике же девушка может сделать минет мужчине ну там в маске дьявола например а другой мужик будет бить ее кнутом по спине ну никакой фантазии согласись да почему общество жульетты сравнивают с 50 оттенками серого непонятно неужели бестселлер почему бестселлер люди увидели имя саша грей искупили все книги а о том что они их выкинули в помойное ведро так никто и не узнал я просто интересуюсь я не утверждаю или может просто на обложке так написали что это бестселлер слушай я не знаю но саша грей она молодец я и восхищаюсь пройти такой путь через порно к звездам она добилась слава в порно она стала диджеем она снималась в кино пела в группе она еще и книги пишет причем для дебюта далекая литература особо просто моё почтение главное чтобы она не бросила и работала над собой а не штамповала порнув кавычка сам же роман не напомнил фильм кубрика как я уже сказал еще немного фильм кинта браса все женщины делают это но последнее совсем чуть произведение вполне читабельно если сел джеймс все понятно эта книга которую будут читать одной рукой если ты понимаешь о чем я ну или просто проведут приятное время погрузившись в мир своих липких фантазий то вот с обществом жильеты не ясно кому она эта книга адресована кто потребитель кому это надо удачи александра ладно мне надоело болтать тебе надоело слушать пора заканчивать если хочешь сделать неприятное то нажми своим милым пальчиком на этот нежный колокольчик и жди следующих рецензий которых скорее всего больше не не будет свидания девочки и мальчики кар-кар-кар спокойной ночи друзья я